28 декабря 2023 года, четверг, благоприятный день для свадьбы, покупки или продажи автомобиля, путешествия, начало лечения и посадок. Меркурий возвращается в знак Скорпиона, возможно возвращение к исследованиям, желание найти правду, которая недоставала, чтобы защитить кого-то. Следите за речью, может быть резкость суждений, благоприятно для решения возникавших ранее споров с ограниченным кругом людей, а также братьями и сестрами. Поиск общего врага объединяет людей, дизайн человека дает такой посыл, радостное возбуждение и желание попробовать что-то новенькое. Внутренняя собранность, когда ничего не происходит, желание накопить энергию и не действовать, пока этого не произошло. При чрезмерной импульсивности к действиям, повелении ума, а не собственного ресурса тела, вас могут откритиковать или давить на вас. Риск стать жертвой манипуляции, сохраняйте внутренний покой. Преодолевать ограничения, благодаря честности и бдительности, наблюдательность помогает прояснить ситуацию и приносит облегчение. Вы способны достигнуть высоких целей, благодаря логическому планированию целей, храбрости и добродетелям. Делайте то, что есть в вашем плане. Щедрость поддерживать каждого, отдавая и принимая. Источником вашей щедрости является ваше личное благополучие. Вы способны совладать с чувствами и пережить неудачи, не принимая их близко к сердцу. Непоскольку это четверг, день Юпитера, в этот день очень важно никого не осуждать и не критиковать. Рами Блэкт говорит о том, что тот, кто критикует, берет на себя негативную карму человека, которого критикует. А у критикуемых особо дела могут пойти в гору. Оскорбление гуру или учителя является одним из самых сложных моментов для собственной кармы. Особенно женщина в этот день табу на то, чтобы критиковать мужчину, потому что Юпитер в женском гороскопе показатель мужа, а еще детей и денег. Для женщины, которая вдохновляет мужчину, он способен добыть мамонта. Развивайте щедрость, проявляйте бескорыстие, читайте книги, духовную литературу, делитесь опытом, который может быть применим в жизни. Очень хорошо по четвергам проявлять помощь и брать покровительство над женщиной, мамой, женой, бабушкой. Юпитер – это наставничество и покровительство. Когда мужчина помогает женщинам, его Юпитер усиливается и усиливается его мудрость. Следите за чистотой речи и питания, не следует стричься и бриться, начинать судебное разбирательство, военные маневры, проявлять гнев, оглашать приговор и приводить его в исполнение, заниматься тяжелым физическим трудом. Неблагоприятно есть мясо и рыбу, стирать и мыть полы в этот день. И мы стремимся к самым позитивным энергиям Юпитера – это постоянный здоровый оптимизм, уважение, честность и искренность, непривязанность и независимость от денег, регулярность и последовательность духовной практики, полный отказ от азартных игр, внимательное отношение к своим словам и поступкам, отсутствие критики и осуждения других людей как в уме, так и в словах. При этом у нас 17-й лунной сутки, обретение внутренней свободы, можно совершать даже необдуманные и неконтролируемые поступки. Но только если ваша интуиция не говорит нет. Любые праздники, отдых, веселье пройдут в этот день крайне удачно, принесут радость и доставят много удовольствия. Этот день очень подходит для встреч, общения, его нежелательно проводить в одиночестве. Энергетика этого дня способствует притяжению друг к другу родственных душ и близких людей. Люди, которых вы сегодня встретите, могут сыграть в вашей жизни очень важную роль. Это не случайные знакомства, это те, с кем вам предстоит долго идти по жизни рядом. Как деловые, так и личные отношения, начало которым положено в этот день, имеют шанс стать серьезными, очень удачными и длительными. День упоения, радости бытия и избытка, плодородия и веселья, символы дня, гроздь винограда, колокола. День богини шакти, великой бесконечной божественной энергии, матери природы, женского начала и означает преобразование женских энергий. Больше смейтесь и делайте то, что доставляет вам радость. С 17-м лунным днем связаны эндокринная система, гипофиз, почки и надпочечники. Полезно принимать мочегонное. Полезны фрукты, овощи и вегетарианский рацион. Хорошо проводить омолаживающие процедуры, сеансы массажа и ароматерапии. Самый подходящий день для того, чтобы найти свою вторую половинку, потому что это день парных энергий. Считалось, что когда-то люди были одним целым, соединявшим мужское и женское начало. Из-за битвы полов произошло разделение людей по полу, обрекающее их вечно искать то, что было потеряно. Если вы уже это нашли, проведите день в гармонии с любимым человеком. Сегодня нельзя комплексовать и создавать себе трудности. Это один из самых удачных дней для интимной близости. Половая энергия сублимируется во Вселенскую, и такая энергия заряжает и мужчину, и женщину. Можете сделать практику на 17-й лунные сутки, которая прикреплена в описании к ролику. Луна находится в созвездии Пу-Нарвасу, которая благоприятна для того, чтобы начать что-то заново. Также хорошо путешествовать, особенно в паломнические поездки, ездить. Исследовательская деятельность благоприятна. Принятие лекарств, любая деятельность, связанная с лечением. Эта Накшатра хороша для того, чтобы обнулиться и начать все заново. В проектах, во взаимоотношениях. Любая деятельность, связанная с сельским хозяйством, благоприятна. Все, что требует воображения, новаторского подхода. Благоприятно покупать машины, дома, начинать строительство или обучение, заключать брак. Общаться с детьми, любые пожертвования делать. Духовные практики, пост, возведение алтаря, медитация и самосозерцание. Наслаждение простыми радостями жизни, поклонение Божественной Матери. Краткое резюме дня. Желание общаться с людьми, привлечение людей, в том числе противоположного пола, в обществе. Чувствуете поддержку и целостность. В одиночестве может быть несобранность. Желание исправлять что-то, решать проблемы. Можно помочь советам, когда вас попросили о помощи. К тому же к вам может прийти талант интуитивно чувствовать потребности людей, чтобы сориентироваться на тему того, как именно вы можете им помочь. Энергия роста и саморазвития в долгосрочных проектах. Желание оказать заботу семье, внутренняя наполненность, которая задает направление в жизни. Активизируется более явно в близких доверительных сексуальных отношениях. Позволяет преобразовать напряжение, обиды и прочий деструктив в любовь. Возможность отлично поработать аналитическим умом для того, чтобы собрать необходимую информацию, проработать детали и прийти к организации задуманного. Реализуйте свои идеи. Сейчас они могут быть услышаны и восприняты. А все наработки три месяца назад у вас уже появились. Вернитесь к тому, с чего начинали. В отношениях будьте естественными. Общайтесь непринужденно и с юмором. И настрой на день. Я освобождаюсь от всего, что затрудняет мое устное и письменное общение с другими. Я расстаюсь со всеми негативными суждениями о моем интеллекте. Я легко приобретаю любые необходимые навыки. Мое сознание открыто для новых идей и взглядов. Я расстаюсь со своей озабоченностью и неуверенностью в будущем. Я расстаюсь со всеми обидами, которые нанесли мне другие. Мои чувства свободные, но уравновешенные. Я усваиваю уроки прошлого и расстаюсь с этим прошлым. Я ощущаю божественный свет, окружающий меня любовью. Я уверен, что если столкнусь с проблемой, то буду знать, как ее решить. Мои сил хватит, чтобы позаботиться о себе и окружающих. Но кислородную маску я надеваю сначала на себя, а потом помогаю другим. Я способен оценить возможности других, нести ответственность. Я желаю вам находиться в состоянии легкости, радости и великолепии. Не забудьте поставить лайк, подписаться на этот канал, оставить комментарий и переслать другу.